Андрей Малахов Андрей Малахов Андрей нашел свою любовь в 38. Его избранницей стала Наталья Шкулева. Начало отношений вышло экстремальным. На первое большое свидание пригласил ее в колонию строгого режима. Это шутка? Нет, это не шутка, это правда. Съемки в брянской колонии показали. Наталья настоящая боевая подруга. На такую женщину можно положиться. На свадьбе Яны Рудковской и Евгения Плющенко Андрей представил свою возлюбленную прессе. А уже через год сделал предложение в самом модном ресторане Нью-Йорка. Летом 2011 года пара сыграла свадьбу в Версале. Наталья утверждает. Платье было достаточно классическое. Отбросим ложную скромность. Это было не просто платье. Это был шедевр от Веры Бонг стоимостью 50 тысяч евро. Еще 150 тысяч аренда Версальского дворца. 200 тысяч обручальное кольцо. Похоже, свадьба была по-настоящему роскошной. Сейчас пара ведет тихую воцерковленную жизнь. У Натальи и Андрея есть духовник. Они регулярно посещают храмы, ездят по святым местам. Но кое-чего в этой семье не хватало. Целых шесть лет возлюбленные не торопились с пополнением. Только в 2017 году Андрей озвучил долгожданную новость. Я стал папой, у меня сын. Мы уже сменили первый подгузник. Малыш появился на свет в подмосковной клинике Лапина. Новость вышла резонансной. Всех волновал один вопрос. Почему так поздно? Андрею уже исполнилось 45. Его супруге 37. Всего 15% женщин рожают в таком возрасте. Возможно, пара хотела пожить для себя. И Андрей и Наташа очень занятые люди. У них просто не хватало времени на ребенка. Но не все верят в эту версию. Многие убеждены, Наталья не могла забеременеть. И помогли ей не молитвы и не паломнические поездки. Реальность прозаична. Скорее всего, пара решилась на ЭКО. На это намекает и возраст мамы, и специализация клиники Лапина. Славится своим центром лечения бесплодия. Но и с этой версией согласны не все. Миллионы людей твердят. Этот брак не по любви, а по расчету. Король прямых эфиров предложил руку и сердце медиапринцессе. Наталья Шкулева, дочь столичного бизнесмена и медиамагната Виктора Шкулева. Малахов получил богатого и влиятельного тестя. А Наталья – самого желанного холостяка России. Андрей сам признавался, что они с Наташей живут гостевым браком. У каждого есть своя жилплощадь. Даже сейчас Андрей может оставаться в столице, пока Наталья с малышом проводят время в Подмосковье. Раздельные заграничные поездки тоже не редкость. Но как узнать, настоящая это любовь или брак по расчету? В соцсетях Андрей транслирует идеальную картинку. Многим кажется, что кадры постановочные, а рассказы о семье сладкие как патока. Вот полуторагодовалый кроха дарит папе открытку на День защитника Отечества. В два года малыш уже занимается музыкой, а в три удивляет папу идеальным знанием советских песен. И все это со слов Андрея. За все три года малыша никто не видел. Ни затылок, ни пятку, ни спинку. Да и много вы знаете полуторагодовалых детей, которые подписывают открытки таким идеальным почерком? Да-да, возможно, открытку подписала мама. Но что это за игра в прятки? На фото с прогулки мы видим только коляску. Даже непонятно, есть ли в ней ребенок. На другой прогулке в кадре только папа. А вот фото из детской, где с малышом играют в кукольный театр. Не видите кроху? Мы тоже. Однажды фанаты Андрея рассмотрели его сынишку в отражении очков. Но как бы мы ни приглядывались, это больше похоже на комок полотенец, чем на ребенка. Алена, блин, не выдержала и спросила прямо. Сына ты не покажешь. Никто до сих пор не знает, как выглядит твой сын. А ему три года уже. А что изменит у людей, что они увидели моего сына? Вот скажи мне. Как минимум, люди поверят в его существование. А пока миллион россиян задают вопрос, а был ли мальчик или все? Это грандиозный фейк. Как это возможно, чтобы за три года никто из обслуживающего персонала, фанатов и папарацци ни разу не сделал фото с малышом? Ответ напрашивается сам собой. Кстати, фотографии с чужими детьми у Андрея хоть отбавляй. Иногда он намекает, что это его ребенок. А позже все опровергает. Шоумена не впервой водить всех за нос. Даже свою свадьбу он скрыл от прессы. Заявил, что она состоится в июле, а сыграл ее на месяц раньше. Сам Малахов утверждает, он скрывает сына, чтобы не превращать его жизнь в шоу. Лукавите, Андрей Николаевич. Вы превратили в шоу даже выбор имени для крохи. На сайте 3W Россия ТВ. Как назвать малыша? Присоединяйтесь. Мам из инстаграма за такое бы осудили. А с Малахова все как с гуся вода. На выбор были два варианта. Александр в честь князя Александра Невского и Николай в честь Николая Чудотворца и папы Малахова. Победило имя Александра. Для человека, который не хочет превращать свою жизнь в ток-шоу, Андрей слишком часто наводит интригу. Когда возникают слухи о разводе или о второй беременности, Малахов их просто игнорирует. Нумеролог Клара Куздинбаева утверждает, в 2014 у Натальи случился выкидыш. Именно потому пара так скрывает маленького Сашу. Если его увидят, могут сглазить. Но возможно шоумен просто пиарится на ребенке. Неужели бедная Наталья стала заложницей его игр? А вот и не факт. Наталья Шкулева только кажется невинной овечкой. Перед нами сильная и властная бизнесвумен. Она была издателем журнала Мари Клэр, а позже возглавила группу Элли. Такая женщина уж точно разбирается в пиаре. Похоже, они с Андреем идеальная пара. Впрочем, есть и другая причина, почему ведущий мог полюбить именно Наталью. Все дело в импринтинге. Так называют феномен, когда мы выбираем партнера, ориентируясь на образ родителей. Наталья Шкулева похожа на маму Андрея, как две капли воды. Форма лица, цвет волос. К тому же, мама всегда была для журналиста примером и объектом восхищения. Неудивительно, что он влюбился в женщину, которая так на нее похожа. Возможно, всю любовь к маме Андрей перенес на жену. Он заваливает ее дорогими подарками. Конечно, Андрей мне дарит очень много украшений. Когда бриллиантов становится мало, в ход идет современное искусство и элитные машины. Например, Мерседес С-класса за 9 миллионов. Но злые языки твердят, Малахов не идеальный мужчина. Дорогими подарками он просто откупается от Натальи. Одно время в сети ходила сплетня, что ведущий не справляется с исполнением супружеских обязанностей. А кто-то и вовсе сомневается в его гетеросексуальности. Андрей обожает красивую одежду. Андрей шмоточник? Ну да. Он ухаживает за своим телом, боится набрать лишние килограммы. Кроме того, ведущего якобы видели в гей-клубе три обезьяны. Причем не одного, а в сопровождении загорелого мужчины. Ему приписывали роман то с одесским певцом, то с фитнес-тренером из Олимпийского. На ориентацию Малахова намекали певицы Елена Ваинга и Ксения Мерц. Обидевшись на шоумена, они обе заявили, что его брак всего лишь фикция. Ваинга грозилась рассказать всем постыдные тайны ведущего. Но время идет, а постыдных тайн что-то не видно. Возможно, все это просто слух. Но странных романов в жизни Малахова пруд пруде. Долгое время его считали бабником и завидным женихом. Его первой возлюбленной была певица из Швеции. Отношения длились семь лет и закончились трагично. Якобы это разбило Андрея сердце, и он долго не мог решиться на серьезные отношения. В середине двухтысячных душевная рана зажила, и Малахов закрутил с Мариной Кузьминой. Все утверждали, это роман по контракту. Бизнесвумен помогала молодому журналисту деньгами. Позже еще одни пиар отношения. Андрей встречался с актрисой Еленой Кориковой. Даже распускал слухи, что делает ей предложение на церемонии ТЭФИ. Почти сразу после этого пара рассталась. Еще одной возлюбленной Малахова была Анна Седокова. Опять разговоры про свадьбу и почти сразу расставание. Сплетники уверены, Андрей Малахов специалист по договорным отношениям. Все его романы, включая брак со Шкулевой, не более чем пиар-ход. Что ж, в Малахова как идеального мужчину верит не каждый. Зато все знают, отец он просто отличный. Мы не видим, как шоумен общается с сыном, но с чужими детьми Андрей ведет себя на пять с плюсом. Малахов один из самых востребованных звездных крестных. Перед лицом Бога у него минимум пять крестных детей. Сын близких друзей Борис, внучка продюсера Наталии Галькович, участница шоу «В отпуск с Андреем Малаховым» Ольга Просвирякова. А главное, своих деток Андрею доверил король российской эстрады. Ведущий регулярно отдыхает с семьей Киркорова. Он задаривает крестников дорогими подарками, не стесняется и на дискотеке потанцевать и побросаться салфетками. Неудивительно, что Мартин и Алла Виктория так по нему скучают. Тестный Андрей, ждем тебя в гости. Похоже, Малахов умеет находить общий язык с детьми. А что вы думаете об этой истории? Увидим ли мы лицо Саши Малахова? Или малыш так и останется тайной за семью печатями? Пишите свое мнение в комментариях и не забудьте поставить лайк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!